Бисмиллах арахману ра хим Алхамду лиллах Уссалату ассаламу аля رасуллеллах У аля алиху ассабих аджмаин амма аба'ад Продолжим наш разговор про имена с неизменяемым окончанием Мы поговорили об имени ман в трёх его вариантах Ман листифхамияту, вопросительное имя ман Или вопросительное место имя ман Ман шартыйту, условное имя ман И ман лмаусулийту, относительное место имя ман Ман альмаусулиту тоже На этом уроке мы поговорим об имени Ма в трех его вариантах, то есть точно так же, как и в имени Ман. Это Малистифамид, вопросительный мисс имени Ма, Мальмалсулиту, относительный мисс имени Ма и Машартыот, условное имя Ма. Следует отметить, что приводимые виды этого слова, то есть слово Ма, являются только частью его имеющегося виду. Также отметим, что Ма бывает еще и харфом, частицем. В итоге у нас получилось бы 12 видов этого слова, если говорить о Ма в общем. Вообще вид Ма как Исма, имени и вид Ма как харфа, частицы, то есть Малисмит и Малхарфият. Начнем с относительного мисс имени Ма, Малистифамид, в трех возможных падежных вариантах. То есть на месте паджа Роф, имени Тиноупаджа, Фи Махаля Роф, на месте паджа Насб, имени Тиноупаджа, Фи Махаля Насб и на месте паджа Аль Джор, родитель Нуупаджа, то есть Фи Махаля Джор. Пример для малистифами это на месте именительного поджафи махаля раф, например, «Ума от тилька бияминька я муса», «Что у тебя в правой руке, о муса». В этом предложении, взятом из айта «Ма» у нас является хабарун мукаддаман, сказуемым именного предложения. Мукаддаман алян муптадай поставлен перед своим подлежащим в начале предложения. Так как вопросительные имена должны быть в начале предложения. Мы скажем про Ма здесь, что это Исмун мабдю аля сукуни, имя с неизменяемым кончанием с постоянным неизменным сукуном на конце. Фимахаля раф, на месте поджаф, именительного поджаф. В этом случае, «Тилька» у нас будет муптадан муахурн, подлежащим поставлен после своего сказуемого. Мабдю алян фатхи фимахаля раф и так далее. Возможно, и другой вариант, где «Ма» это муптадан, подлежащая, а «тилька» это его хабар, сказуемый. Другой пример «Ма акфараху» в одном из двух его вариантов толкования. То есть, что заставило его совершить неверие. Или же в другом варианте толкования, или «как же велико его неверие». То есть «Ма листифхамиюту» в просительной местами или «Матта аджубиюту» или «Имя» – выражающее удивление. В обоих случаях «Ма» это у нас муптадан, подлежащие именного предложения. Мабдю алян с сакуни с неизменяемым окончайным сакуном на конце. Фимахаля раф и на месте паджа раф имениттиного паджа. Вальжумляту лфиалияту лмукаванату миналфиали валфа'али валмафа'али бихи. Приходящее после «Ма» глагольное предложение, которое состоит из глагола «акфара» и его фа'али, действующего лица, то есть скрытого местами нахуа, и прямого дополнения «мафа'али бихи альха». Все это хабар аль-муктадай, сказуемое подлежащим. Также немало других примеров для молестив хамид, вопросительного «ма» в Коране, например, «малькари'ату», «малькари'а», 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 «малькари'а» в трех местах. «Амма» — это у нас в основе «ан» и «ма». «Ан» и «ма» — в грамматическом разборе суры «аннаба» мы подробно поговорили о подобных случаях, когда к вопросительному местамению «ма» добавляется любой харфуджер, предлог родительного падежа. В этом случае алиф на конце имени «ма» удаляется в знак отличия от других видов «ма», а именно «ма» от «малькари'а», 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 то есть от «ма», являющегося относительным местамением. Поэтому все примеры вопросительного местамения «ма», приходящего после предлога родительного падежа, будут без алифа на конце, согласно указанному правилу, как, например, «бима», «чем», «амма», «о чем», «лима», «зачем», «почему», «фима», «в чем», «на чем», «мимма», «из чего» и т.д. Если мы увидим, что алиф на конце имени «ма» не удаляется после предлога родительного падежа, харфуджера, то это будет означать, что мы имеем дело не с вопросительным местамением «ма» в значении «а» еще и что, а с «ма» аль-масулия, с относительным местамением «ма», «ма» в значении «алеви», то есть то, что, или то, что, тот, который, и т.д. Например, «юминону бима унзеля и лаик», «которые веруют то, что неспослано тебе», и так до конца айта. Значит, «тухадуфа алифу малисти фхамияти аль-вакияти баада харфиджерин». Алиф в опросительном местамении «ма» удаляется, если оно приходит после предлога родительного падежа. Например, «лима адвин таляхам», «почему ты разрешил им?» Основой была «лима». Алиф на конце «ма» был удален, так как здесь у нас слово «ма» предшествует харфуджер, харфуджер лам. В разборе грамматическом мы говорим «ал-лам» — это харфуджер, предлога родительного падежа. «Мабнив аля кастрин» с неизменяемым окончанием с кастрин на конце. «Ма» в «лима». Это у нас «исман мабнив аля с сукуни» — имя с неизменяемым окончанием с сукуном на конце. Над каким алифом? «Аля с сукуни, аля л-элифи л-махадуфати, лидуху ли харфи л-джари». Сукуном над удаленным из добавления предлога родительного падежа «лама» алифом. «Ви махалли джарин биллями» — на месте падежа «джар» посредством харфа «лам». «Валь-джару валь-мажруру мута'ликун бил фиали» и так далее. То же самое мы скажем и в других примерах, как, например, И другие примеры. Во всех этих примерах мы скажем про «ма» что нам мабнив аля с сукуни с неизменяемым окончанием с сукуном на конце. То есть, аля л-элифи л-махадуфат над удаленным алифом. Сукуном над удаленным алифом. А что касается примера «мал-истифаамид» в упросительном местомене на месте падежа «насп» в винительном падежа, то есть «фи махал-наспен», то в Коране мы этого не нашли. Поэтому приведем пример для «ма» от себя. Легкий пример наподобие, например, «ма фаал-ты что-то сделал», например. В этом случае «ма» у нас будет «ма фаулем бих мукаддавану аля амилихи» прямое дополнение, поставленное перед своим амельным фактором, так как это «Ис мустифаамид» в упросительном местомене «ма бнив аля с сукуни»